Яков Фельдман. Антропология для инопланетян. Письмо 34. Привет, дорогой! Мы выяснили, что если искать в истории один уровень, то получаются большие эпохи. Если искать два соседних уровня, то получаются политические режимы. Если искать три соседних уровня, то получаются экономические уклады. А что будет, если искать по четыре? Тогда получается семь гражданских позиций. Вот они. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Это пять штук. И еще две. 1, 3, 5, 7. И 2, 4, 6, 8. Давай предположим, что в первых пяти наборах наиболее узнаваемые уровни крайние. И тогда мы получим узнаваемые общественные группы. Например, 1, 2, 3, 4. Это телезрители. 1. Это магическое сознание. А 4. Это способность быть транслятором. Пересказывать услышанное. Сами эти люди верят и других тоже убеждают. 2, 3, 4, 5. Эта группа у меня называется конформисты. Потому что 2. Это семейные узы. Это община. А 5. Это мелкий бизнес. Такие люди хорошо ведут семейный бизнес. Не отличаются от своих. И жулят по мелочи у чужих. Группа 3, 4, 5, 6. Я называю их граждане. Они сторонники правового государства. Потому что 6. Это закон, право, сомнение и доказательство. Право голоса и право дискуссии. А 3. Это сила. Но расширители закона должны быть схвачены и наказаны. 4, 5, 6, 7. У меня это изобретатели и художники. 7. Это оригинальные идеи. Озарение. А 4. Стремление эти идеи всем рассказать. Группа 5, 6, 7, 8. Пятерка. Значит, они самостоятельные. 8. Значит, они понимают всех до глубины души. Всех участников событий. Но у них нет ничего святого. У них нет четверки. Поэтому они, конечно, особняком. Дальше группы. 1, 3, 5, 7. И 2, 4, 6, 8. Кто такие 1, 3, 5, 7? Это абсолютные индивидуалисты. Они нарушают все нормы и все правила. Примеры известны. Например, Дональд Трамп такой. И Владимир Путин тоже такой. Группа 2, 4, 6, 8. Это абсолютные коллективисты. Они же моральные авторитеты. Они знают, как правильно. И всем расскажут. Например, так ведет себя Виктор Шендерович. И так ведет себя, например, Александр Яковенко. Теперь некоторые общепринятые термины получают точное определение. Например, что такое народ. Ну, вот это группа 1, 2, 3, 4. Плюс группа 2, 3, 4, 5. А граждане это кто? Граждане это 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 8. Это святые или пророки. 1, 3, 5, 7. Это популисты. Если 1, 3, 5, 7. Может перетащить на свою сторону народ. То есть 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. То с помощью этого народа они подавят всех остальных. И может получиться диктатура путинского типа. Даже в Соединенных Штатах Америки Трампу, который 1, 3, 5, 7. Ему удалось быть президентом один срок. Но на второй срок против него объединились 2, 4, 6, 8. Святые моралисты. 3, 4, 5, 6. Правовое государство. 4, 5, 6, 7. Художники. И 5, 6, 7, 8. Эксперты. И это его оттеснило. И второй срок его не случился. Вопрос. Что делать в России, если возникнет окно возможностей? Прежде всего надо отсечь 1, 2, 5, 7. От политики. Потому что нарушители всех правил не могут участвовать в политике. Потому что это запрещает институт репутации, который нам нужно вернуть. А всех остальных участников можно объединить вокруг уровня 4. Правда, в это объединение не попадают 5, 6, 7, 8. Но они и так будут с положительным большинством. Что такое 4? Это соблюдайте правила. Соблюдайте вашу конституцию. Правда, на практике я боюсь, что без унастанных специалистов эту проблему не решить. А может быть, не решить вообще. Ну вот и все на сегодня. Пока.